Субтитры сделал DimaTorzok Вы знаете, что я вышиваю гутермановскими немецкими нитками бисером простыми хлопковыми. И я увидела, что у них есть вот такая вот серия ниток металлизированных. И я вот, в общем, они такие прикольные. Вот ниточка, да. Она не то blending filament, не то что, но это для вышивки на машинке, я так поняла. И вот мне интересно, можно ли их куда-то использовать, да, например, на какие-то шовчики или куда-то. В общем, они такие достаточно блестящие в жизни, поэтому я вот взяла попробовать. Далее, на ebay есть один продавец, который продает крейник такими лотами. То есть, 5 штучек, например, стоит там 8 с копейками евро. И ты не знаешь, какие цвета ты получишь. В общем, в одном вот таком пакетике у меня были такие вот цвета. Это вот такой риббон уже получается. 32-й это крейник. Один вот такой вот шёлковый. Ну и, в общем, четвёрочки, да. Прикольные цвета попались вообще. И вот во втором лоте были вот такие цвета. Тоже шёлк. Куда его использовать? Вот не знаю. Ссылка с Эрика. В общем, не знаю, куда использовать. А вот корт один серебряный. Кейбл. Не корт, кейбл. В общем, прикольные цвета такие. Куда-то можно будет обязательно применить. Вот такой точно у меня есть. Это только V-Vintage. Да, а у меня просто такой же 0,9 на Lady Gera лежит купленный. Это вот такие вот крейники. Далее у меня такая покупка случилась с Хэллоуина. Пришли мы с детьми домой с Трикорчита. И увидела я свой имейл, что вот только 3 часа вам, как постоянному клиенту, ну, не только мне, конечно, ещё многим, наверное, скидки очень большие на товары, которые есть в наличии в нашем магазине. И я побежала и купила себе 8 отрезов Murano. Заплатила за эти отрезы почти 51 евро с доставкой. Доставку оплачивала стандартную. Там вот здесь 6 евро что-то такое стоило. Или 8 евро. 6, по-моему, евро. Но приехала мне всё это DHL Express. То есть 9-го они отослали. Они очень долго обрабатывали заказ. Вот с 31-го, считайте, с 1-го... Ну ладно, 31-го вечера уж не будем считать. С 1-го по 9-е. Ноября они обрабатывали заказ. Вот 9-го они выслали. 10-го мне всё уже пришло. То есть это было с Италии очень быстро. Вот такой вот отрез, на котором я... Который я потратила на попугаев. Я его купила. Такой вот какой-то... Кофе с молоком, мока. Очень красивый. Такой вот винтажный. Серый. Тоже есть у меня уже задумки. Вот этот у меня есть уже такой цвет. Но всё равно он очень красивый. На какую-нибудь русалку. Вот это лиловый лайлак. Очень-очень красивый. Тоже такой вот винтажный. Шикарный. Всё это 50 на 70. Такой вот это крю. Да. Цвет. Камера, кстати, практически один в один передаёт. И вот такой вот. Непонятно чё. В общем, 8 отрезов. Каждый мне отрез вышел 6,25 в среднем. Там какие-то были 6,30, какие-то 6,80. Но если всё вместе разделить, то это вообще цена шикарная. Единственное, что я хотела, конечно, ткани под покраску. Были лучше. Мурана, Белфаст и простой Аполлес. Но они не были на скидке. То есть вот такие вот у меня 8 отрезов тканюшек появились. Всегда им найдётся применение. Далее. Очень-очень долгождайнейшая посылочка. Мне пришла, наконец-то, от Кичинка. Я делала заказик довольно давненько. И, наконец-то, я дождалась. Вот пришло в каком-то пакетике красивом. Уже я с Людой переписывалась, переписывалась, что начинаю переживать. И только мы с ней в один день поговорили, что если вдруг что, то как-то будем уже разыскивать. И мне на следующий день приносят эту посылку. И самое интересное, что трек так и не показывает, что посылка не зашла в Ирландию. А мне она была доставлена в руки. Карточки, как всегда. Очень красивые карточки. Супер. Вот, красивый-красивый-красивый пакетик. И заказывала я здесь вот такой вот embellishment pack на русалку в Средиземном море. Правда, я её хочу вышивать вот так. Что я видела у одной американской блогерши. Она очень-очень красиво оформлена. Я себе это, естественно, намотала на ус. И вот так вот не хочу, что она куда-то тонет. А вот так вот мне очень даже нравится. Вот. И тут всякие красивости. Посмотрите на эти кристаллики. На этот бисер. Нереально круто. Нереально круто. Правда, в руках, когда девчонки показывают видео, кажутся, эти паки такие большие. Когда в руках это всё держишь, думаешь, Боже, какое всё миниатюрное. Такое вообще маленькое. Посмотрите, у меня две ладошки. Руки у меня небольшие. У меня не высокого роста. У меня руки маленькие. Вот. Потом embellishment pack на... Русалку Ренессанса, под которую у меня готово абсолютно всё. Вот. Не было только трежерсов. Какие они миленькие. Это сердечко. Оно такое малепусенькое. Ой, Боже, не могу. Очень красивый бисер. Я уже на свой взгляд вижу, что, да, кроме магнифики, остальное всё можно заменить. Пресиозы об этом я буду рассказывать, когда буду вышивать. И embellishment pack на джульетту, которую вышивала Алиандра Берли Ворк. И, наконец-то, мне пришло всё это. К ней же заказала я, естественно, вот эту вот бусину прекраснейшую. Хотя вот на выставке там была на стенде женщина в Сваровске. У неё были и Сваровские кристаллы, и у неё были пресиозовские кристаллы, всякие бусины были. И очень можно подобрать неплохие варианты, конечно, заменив, да, там и по цвету есть подходящие. Но будут чуть-чуть другие, но, в принципе, можно это заменить, эту бусину. Вот у пресиозы есть очень-очень-очень много красивых разных расписных вариантов. Прям вот, ну, если вы не можете достать, например, такую. Так, это две ниточки Karen Waterley с первой жизни. Трогаю их. Ох, просто экстаз. На русалку Ренессанса, Блубери и Сиглас. Чувствую я, что я вот прям скоро приступлю к ней. Ну и камера моя села, пришлось мне подключить телефон к штативу. Ну и дальше весь этот креник, он на... На что же у меня этот креник был? Он у меня, да, на... Так как в Джульетте нет креника, у меня что-то на эту вот эту русалку. По-моему, вот этот и этот, если я не ошибаюсь. Или вот этот и этот. И остальной на вот эту русалку. Я, как я помню, на русалку Средиземноморья. В общем. Это вот мой такой был заказик от Сычинка. Три эмболишмент пака, креники. Недостающие Karen Waterley с... Шуршу. И бусина. Вот. Пришлось чуть-чуть подождать, понервничать, но зато, знаете, экономия налицо. Так, далее перейдем к покупкам на выставке. Купила я три отреза вот таких вот 45 на 50, 28-го каунта равномерки, неизвестного производства. Но она такая достаточно плотненькая. Ничего страшного. Так, один отрез мне нужен на Мандалу Тории. Я купила у Надежды Favorite Hobby Schema. У нее там 27-го каунта, но 27-го каунта черного цвета не было. Я взяла 28-й, не думаю, что там сильно будет очень, там, прям уж 27-й, 28-й. Нормально, я думаю, будет. Потом один отрез у меня на Мини Мандалу от Shatterline. И один, ну, останется просто куда-нибудь. Равномерка, она всегда нужна. Правда, к черной всегда все липнет. Это вот так. Далее, купила я два набора для шитья от вот этой вот фирмы Green Acres Quilts, которая у нас находится в Каунте Донигал. То есть, это ирландская фирма. Они сами делают такие панели. Даже не могу вам объяснить. Наверное, при монтаже я вставлю. Я сфотографировала ее готовую, как она выглядит. В общем, там вышивается такое, как... Ой, вышивается. У меня все вышивается. Шьется ночной город. То есть, здесь все есть. Это уже набор, да? Шьются кармашки. Декабрь, как адвент-календарь. И в этом ночном городе они очень интересно... Они взяли и вставили туда огонечки. То есть, проделали дырочки. И как будто это ночное небо. Вот звезды, они светятся. Включаешь, выключаешь, как хочешь. В общем, я взяла один себе, один в подарок. Не знаю, кто нас любит таким заниматься. Дальше я купила вот такую схему. Нашла стенд. В общем, женщина. Она никакая не компания. Она сама... Ну, нет у нее ни веб-сайта, ничего. У нее есть только ее e-mail-адрес. И она продает схемы американских и канадских дизайнеров. Там были и Prairie Schooler, и Лиззи Кейти были. И много-много разных компаний, которые там... Classic Sampler Company. И вот мне понравился вот этот шар. Он у них был вышед. Правда, он у них был вышед на Аиде. Ну, на равномерке будет класснее. Такая вот схемка. Очень красиво он смотрится. И я хотела бы вышить его креником, я вот думаю. Тут такой как буклетик. Ну, в общем, мне очень понравилось. Очень красиво он выполнен. Он такой... Ну, чуть больше... Вот как моя ладонь, да. Чуть больше он будет, конечно. Чем здесь на картинке. Очень красиво. Еще одна схема я купила, но показывать не буду. Она в подарок. Так, дальше у меня здесь целый пакет. Я, в общем, три раза обобрала один стенд со всякими кристаллами. И всякой ерундой. В общем, был такой стенд Stitch Witch. Они тоже занимались петчворком. Я у них нашла полные... У них были полные коллекции Mouliné и Perle Finky. Финка вот... Как раз я думала, чем заменить на Мандале Тори от Надежды. Я вот нашла ее. То есть у меня будет все по ключу. Я заказала все материалы. На Алиэкспресс все, о чем говорила Надежда в своем видео. Все материалы, все кристаллы, все-все-все прям по ключу. Просто мне очень понравилось, как она выполнена именно у нее. Далее купила вот такие вот были. Thread Heaven, который уже пропадает. То есть компания закрылась и все, распродают остатки. Его больше не будет на eBay. Можно найти 11 евро плюс доставка. Я купила по 3,50. Взяла два. Хотела больше взять, но потом подумала... Ну, я как бы особо им не пользуюсь. Пускай будет на всякий пожарный случай. Раз такие о нем отзывы хорошие. Но, в принципе-то, я им не пользовалась никогда. Но два пускай лежит. Так, далее. Что я еще надыбала? Я еще надыбала бисер Милхилл. Там какие-то остатки я сгребла. Такие более-менее красивые. Вот Treasure взяла одного цвета. Там их было очень много, но были только все одного цвета. Думаю, ну ладно, возьму две упаковочки. Куда-нибудь, где-нибудь они выскочат, да? Что они нужны. И две такие вот взяла Antique Beats. Потому что нету смысла мне было брать не Antique Beats, какие-то простые, потому что все можно заменить пресиозой абсолютно. Милхилл весь. Вот, а Antique уже взяла. Хотя такой же самый цвет есть у пресиозы. Я потом возьму карту и вам покажу. То есть весь Милхилл можно заменить пресиозой, прям один в один. Далее взяла я вот такой вот наборчик. Они сами их собирают. Ой, какие они там висят, они сделаны. Маленькие вот такие вот веночки из кристаллов. Да, из биконусов. С этим galvanized бисер, который покрытие у него металлическое. Надо будет сплести. Но это надо плести. Я все вокруг ходила, выпрашивала, продайте мне готовый. Она говорит, нет, берите набор. В общем, не продала она мне готовый. Так что на досуге, может, под чей-то прямой эфир я сплету такой веночек. Будет, может, моя первая игрушка на, как скажем, на рукодельном деревце. Так, дальше. Они продавали бисер Делику. То есть весь Миюки у них был. Потому что Делико это бисер Миюки японский. И Тоха у них был даже. Но было совсем мало. В основном они продавали Миюки. Очень классный бисер. Вот Миюки Кюбс. Я купила вот такой вот. Жалко, не было такого же золотого. Но я взяла вот такой. Посмотрите, насколько он ровный. Вообще, шикарный бисер. 10 грамм тут. Обязательно пригодится. Тоже на какие-нибудь мандалы, шмандалы. Вот. И вот этот вот я взяла. Это уже Делико. Вот это тоже Голванайст. Мелкий он такой. На мандалу, который сейчас вышивает Люда. Гузюк, мы... Она меня, в общем... Как скажем? Как это сказать-то? Не заразила, не сподвигла. Как же? Уговорила, что ли? Не знаю. Она, в общем, знаете, как лисица и сыр, да? В той басне. Ну, давай, давай. А не хотела ли бы ты? А что там ждать наших бабочек так долго? Вот. Вот уже она мини. И материалы в ней не очень там трудно достать. В общем, короче, едут ко мне эти все материалы. Только Люда вышивает на белом, я буду вышивать на черном. Вот как раз, да? И там идет бисер Милхилл. Ну, Милхилл нет смысла покупать. Тоже можно пресиосы заменить. А вот это вот можно туда вставить вместо этого Милхилла. Посмотрим. Если он будет слишком маленький, то тогда я возьму простой пресиосу туда. Но все равно тоже куда-нибудь пригодится. Это вот так вот. Далее. Накупила я всяких вот таких вот штучек. Вот эта цепочка, полметра такой цепочки. Вот это такие вот штучки, вот такие вот спейсеры, они называются. И целая вот тут побрякушек всяких пакетик. Сейчас я вам покажу, что это. Потому что когда я это увидела, я там и зависла. Я тут уже пробовала. Сейчас я вам покажу. Все у меня, конечно, покатилось. Посмотрите на это. Это вот самим можно делать таких ангелочков. Здесь потом с этого пина делается петелька. И получается вот такая вот подвесочка. Ее куда хочешь. И я купила эту цепочку делать маячки на ножницы. О май гот. Короче, вместо этих золотых бусинок можно какие-то другие. Вон, фиолетовые. У меня здесь разные всякие эти крылышки. Я когда это увидела, я просто думала, боже мой. Как можно было вот это придумать. Вот посмотрите. Ангелочек в ажурной филигре этой юбочки. Ой. Ну, естественно, я же набрала. Я туда три раза подходила. На четвертый раз он уже со мной так здоровался, хихикал. Ну, хозяин. Говорит, опять к нам. Я говорю, не, не. Говорю, кошелек дома. В общем, вот таких вот всяких вот прибабах я набрала, этих пинов в упаковке, чтобы потом делать маячки. Цепочки там разные были. Взяла такую разноцветную, в золоте. Полметра здесь. И она потом, ну, колечки раскрепляются, да, и ее можно разъединить как надо. Ну, и здесь у меня самые главные трэжерсы. Здесь вот кристаллы Сваровские. Видите? Двойное АБ. Диконусы 4-миллиметровые. Универсальные. Здесь вот такие вот кристаллы. Хочу на эту... Господи, Enchanted Mermaid. Там же очень много их надо. Ну, вот целую нитку взяла. И не такие были хорошие скидки, если ты берешь много, так естественно же, да. Я же мало не взяла. Целая нитка. Там их, по-моему, 13 нужно. Ну, а у меня нитка. Ну, и в общем. Есть здесь кое-какие круглые. Так, раз круглые, два круглые, три круглые. И... И вот эти, по-моему, круглые. Это были такие круглые кристаллы. Тоже целыми нитками не продавали. Можно было и поштучно, но выгоднее так. И вот беконы со четырехмиллиметровые тоже. Разные брала такие, которые блестят побольше. В общем, не знаю, как я их выбирала. В общем, набрала, нагребла. Кучу-кучу всяких вот этих вот кристаллов. Вот, посмотрите на это. Мне кажется, даже камера передает всю красоту, да? Теперь я знаю, где брать все это. И Делику, и Сваровские. И всякие у них еще были, естественно, для, как скажем, для изготовления украшений. Всякие припобахи. И наборчики они такие собирают прикольные. Там даже и сережки можно с этими кристаллами. И, в общем, чего там у них только нет. В общем, очень большой стенд. Магазин у них есть онлайн. Англии. Southampton Beat Shop. Очень мне понравились они. В общем, я вокруг них ходила, как ягоза. Я очень-очень довольна в этом году всем своим ловом. В прошлом году они же тоже все, конечно же, были. Но так как я еще не вышивала миробильки, мне, наверное, ну, не бросалось это все в глаза. То есть я не видела никакого не Милхилла, там ничего. А в этот раз, видите, как меняются вкусы. И все эти примитивы стенд я увидела. И Blackwork там был. Очень много, оказывается, у Body Threads Blackwork наборов. Они там были вышиты. Очень красиво смотрятся. Искала я свои домики в разрезе. Мне нужно два всего лишь. Хотела Princess Palace. Ну, и Magic School. Но их не было. Был пиратский, по-моему, там корабль. Схема Nativity. Где Иисус там все эти... Ну, вот эта вот сцена, да, из Библии. Ну, и были такие наборы, которые там дерево, сердечко. Вот эти вот типа как сэмплеры. Ну, были еще вот эти черно-белые наборы, что Жанна недавно разыгрывала. Но я посмотрела, что да, там уже не крашеная канва, там уже принтованная. Я так подумала, нет, лучше я уже тогда сама покрашу канву и схему найду в интернете и вышью уже так. Потому что не хочу я по принту вышивать. Тем более по Аидзе. Тем более там не полная зашивка. В общем говоря, если сильно припрет, сделаю это все сама. В общем, такой вот был у меня улов. Жалко очень не было Майкла Паула в этом году. Я прям расстроилась. Моя мама была права. Кто не знает историю про меня, мою маму и Майкла Паула, я оставлю ссылку на видео прошлой выставки, рассказ о прошлой выставке внизу. Посмотрите, посмейтесь, и вы поймете, о чем я сейчас говорю. Я очень надеялась, что я куплю какие-то его продукции с автографом. Возможно, даже была такая мысль разыграть. Ну, девочкам было бы приятно. Ну, в общем, такие вот дела. Такие вот были мои покупки. Спасибо, что посмотрели. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, ровных крестиков и пока! Субтитры сделал DimaTorzok